Я извиняюсь, что я уже на 4 дня опоздал с обзором на фильмы. Скоро я расскажу, зачем я решил создать новый канал и новую группу, но это будет через несколько дней. А сейчас про фильмы, 31 марта вышло 12 фильмов. Путь. Описание. На севере штата Нью-Йорк появляется неизвестный и загадочный религиозный культ, в самом центре которого оказываются переживающие кризис Веры Эдди и его преданная жена Сара, а их неофициальным лидером становится амбициозный Кел. Год выхода, 2016. Страна, США. Жанр, трейлеры, драма. Продолжительность, 1 час. Режиссер, Майк Кэхилл, Майк Луивер. Утешение полоса экстрасенсы. Описание. Напарники, Джо и Кэтрин, детективы из ФБР, расследуют череду загадочных убийств. Все преступления объединяет нечто сверхъестественное, серийный убийца всегда на шаг, впереди лучших сыщиков. Тогда на помощь правосудию приходит отставной аналитик спецслужб, доктор Джон Кленси. Его исключительная интуиция и интеллект могут помочь поймать убийцу, но вскоре Джон понимает его соперник, значительно превосходит его в способностях. Год выхода, 2015. Страна, США. Жанр, детектив, триллер. Продолжительность, 1 час 40. Режиссер, Афонсо Пойерт. Звонки. Описание действия фильма разворачивается за 30 лет до событий, показанных в первом фильме. Самарин Морган исполняется 12. Девочку считают ненормальной, над ней издеваются. Самара становится психически неуравновешенной, у ней просыпаются ужасные способности. Ее пытаются остановить. Но Самаре уже все равно она поклялась отомстить всем обидчикам до своей смерти. И самое ужасное в том, что у нее это легко может получиться. Год выхода, 2016. Страна, Америка. Жанр, драма, ужасы. Режиссер, Ф. Хавьер Гутеррис. Колония Дегнидот. Описание молодая влюбленная немецкая пара, стюардесса Лена и журналист Даниэль оказываются в эпицентре кровавого военного переворота в Чили. Даниэль арестовывают, подвергают немыслимым пыткам в тайной полиции и отправляют в колонию Дегнидот немецкое поселение, выдающее себя за благотворительное общество, а на самом деле практически концлагерь. Туда же добровольно, под видом монашки, отправляется Лена, чтобы спасти любимого. В Дегнидот легко попасть, но обратной дороги нет. Год выхода, 2015. Страна, Германия, Люксембург, Франция. Жанр, триллер, драма, мелодрама. Продолжительность, час пятьдесят. Режиссер, Флорен Галленбергер. Образцовые семьи. Описание стремясь отстоять интересы семьи, успешный бизнесмен Жерам Варин начинает действовать как сорвиголова. Он прерывает деловую поездку и отправляется в родовое поместье, ставшее причиной судебной тяжбы. Здесь, встречаясь с друзьями детства, герой оказывается в плену немыслимых интриг, в центре которых женщина. В нее он влюбляется без заглядки. Год выхода, 2015. Страна, Франция. Жанр, драма, трейлеры. Продолжительность, час пятьдесят. Режиссер, Жан-Поль Рапна. Автобан. Описание американский турист Кейси Штайн, путешествуя с подругой по Европе, оказывается втянутым в разборки между двумя безжалостными и враждующими мафиями, возглавляемой Ехогеном и Гераном. Начинается опасная для жизни игра в кошки-мышки по автобанам Германии. Год выхода, 2016. Страна, Великобритания, Германия. Жанр, триллер. Режиссер, Эрин Криви. Помню-не помню. Описание живет себе на свете. Скромная девушка Алена, работает в библиотеке и мечтает сыграть Джульетту в самодеятельном театре. Она и представить себе не может, что буквально завтра ее жизнь кардинально изменится. Столкнувшись на улице с шикарной блондинкой, она теряет сознание. Приходит в себя в больнице. В чужом теле. Год выхода, 2015. Страна, Россия. Жанр, комедии, трейлеры. Режиссер, Василий Равенский. Мой парень киллер. Описание Кендрик сыграет женщину, которой очень не везло с мужчинами. И конечно, она несказанно радуется, когда ей попадается парень, подходящий по всем параметрам, но тут начинаются проблемы. Ее идеал оказывается бывшим киллером, и его прошлое однажды вновь заявляет о себе, причем не самым приятным образом. Едва зародившиеся отношения начинают подвергаться серьезным испытаниям. Год выхода, 2015. Страна, Америка. Жанр, боевик, криминал, мелодрама. Продолжительность, час 35. Режиссер, Пака Кобесос. Герой. Описание начало 20 века. Ная княжна Вера Чернышева и поручик Андрей Далматов знакомятся при весьма странных обстоятельствах. Симпатия, любовь. Впереди, казалось, счастливая жизнь. И вдруг, катастрофа. Первая мировая война уводит его на фронт, а ее медсестрой в госпиталь. Мир перевернулся, он охвачен ненавистью, злобой, жаждой власти. Одна война сменяет другую. Люди делятся на два враждующих лагеря, начинают судить друг друга, чинить жестокую расправу. Огонь времени губит все на своем пути, но любовь бессмертна, она соединяет несколько поколений и напоминает о себе спустя 100 лет. Год выхода, 2016. Страна, Россия. Жанр, военные, драма. Продолжительность, час 30. Режиссер, Рий Васильев. Маршрут построен. Описание. Прошлой весной произошло страшное преступление. В результате ссоры муж убил жену, расчленил труп и спрятал в багажнике их автомобиля. Несмотря на попытки отвести от себя подозрение, убийца вскоре был арестован полицией. Андрей и Оля семейная пара. Андрей покупает подозрительно дешевый автомобиль в хорошем состоянии. Тем же вечером, взяв свою пятилетнюю дочь, они отправляются в ночную поездку в другой город. В дороге Оля слышит какие-то странные звуки и говорит Андрею, что чувствует с машиной что-то не то. Это вызывает раздражение Андрея, который ничего этого не замечает, и становится поводом для конфликта. Тем временем их дочка на заднем сидении общается с какой-то невидимой тетей, но родители не слышат. Призрак убитой женщины не любит семейных ссор, и наши герои в ее власти. Их маршрут уже построен. Год выхода, 2016. Страна, Россия. Жанр, триллер, ужасы. Режиссер, Олег Асадулин. Завтрак у папы. Описание у молодого, привлекательного и самовлюбленного Саши Титова в жизни, на первый взгляд, все сложилось как нельзя лучше. Он успешный и креативный директор рекламного агентства и полностью удовлетворен ни к чему не обязывающими отношениями с коллегой Ксаной Тарелкиной. Но однажды утром на пороге своего пентхауса Саша встречает милую десятилетнюю девчушку Алю, которая и представляется его дочкой. Ворвавшись в жизнь Саши, смышленая и любознательная Аля серьезно намерена надолго в ней обосноваться. Но готов ли Саша принять все сюрпризы, приготовленные судьбой, и в корне изменить привычную холостяцкую жизнь? Год выхода, 2015. Страна, Россия. Жанр, комедии. Режиссер, Мария Кравченко. Хичкок, полоса трюфа. Описания нет. Год выхода, 2015. Страна, Америка, Франция. Жанр, трейлеры. Продолжительность, час двадцать. Режиссер, Кент Джонс. Кент Джонс. Продолжение следует...